Всего несколько дней до лета и хотя погода жаркими днями совсем не радует, в Самаре уже готовятся к пляжному сезону. Завозят очищенный волжский песок. Первая точка, куда прибыла баржа с песком, пляж в районе Ленинградского спуска. Отсюда судно пойдет вверх по течению, выгружая песок на другие городские пляжи. У нас в этом году будет оборудовано 8 зон пляжных, как и в прошлом. То есть это первая, вторая очередь набережной, четвертая очередь набережной, пляж в районе спуска по улице Советской Армии, в районе Загородного парка, на Барбошиной поляне, Можайский, пляж Красноглинского района. И у нас еще организовывается пляж в районе поляна фестиваля имени Грушина. Завоз песка на пляж в районе Красной Глинки будет заводиться автомобильным транспортом. Там достаточно небольшая глубина дна в районе береговой полосы, поэтому на барже там не всегда можно подойти. Всего на городские пляжи завезут около 18 тысяч тонн песка. У первой очереди набережной на его отгрузку уйдет до трех дней. А на пляже под спуском по улице Советской Армии баржу могут разгрузить и за один день. После того, как будет произведена выгрузка песка, производится его планировка, то есть распределение по всей площади пляжа. Параллельно после этого начинается водолазное обследование дна акватории, составляется профиль дна, выясняется, есть ли в этом месте какие-то опасные зоны, например, ямы, водовороты, крупные предметы и так далее. Крупные предметы, которые обнаруживают водолазы, это камни, коряги, они вынимаются в обязательном порядке, то есть производится очистка дна. После начнут устанавливать пляжные оборудования около 1200 единиц, а зону для купания обозначат буйками. Волжскую воду перед началом купального сезона обязательно проверят. Перед началом купального сезона в обязательном порядке оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии воды и песка требованиям санитарного законодательства. И далее в течение раз в неделю проводится забор воды по бактериологическим показателям. В случае, если обнаруживаются какие-то превышения норм, то есть загрязнение какими-то бактериями или наличие их присутствия, то на спасательных постах выставляется сигнальный знак, то есть о том, что купаться запрещено. Местные жители уже сейчас проводят время на пляже и преображению территории только рады. В этом году на Волге оборудуют пляжи для детей и тех, кто плавать не умеет. Глубина реки возле берега не должна превышать 1 метра 20 сантиметров. Территорию обозначат поплавками. Также уже традиционно обустроят зоны для маломобильных граждан. Два доступных пляжа в районе Некрасовского и Полевого спусков. Здесь волонтеры будут помогать отдыхающим спуститься к воде и искупаться. На всех пляжах установят бесплатные биотуалеты, а уборку будут проводить два раза в день при необходимости чаще. Купальный сезон планируют открыть уже в середине июня. К этому времени все городские пляжи должны быть готовы принимать отдыхающих. А уже с 10 июня на городских пляжах начнут функционировать спасательные посты. Работа объектов потребительского рынка в пляжной зоне не запланирована. Предусмотрена работа торговых точек только непосредственно на набережной. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин, Константин Головин. События.